Помощь другим, как стиль жизни. В Первоуральске собрались волонтеры из разных городов Свердловской области, чтобы обменяться опытом в добрых делах. Почему добровольчество набирает популярность, выясняли наши корреспонденты. Ренат Шайдулин полностью ослеп несколько лет назад. Ориентироваться ему помогает собака-поводырь, лаборадор по кличке Николас. Сегодня Ренат и его питомец участники областного фестиваля волонтерства в социокультурной среде, который проходит в Первоуральске. Собака, грубо говоря, как трость. Она продолжение незрячего. Если незрячий все-таки сделал выбор в пользу собаке-поводыря, нежели самостоятельное передвижение, то это тот момент, на котором я в начале тренировки долго перебарывал. Это надо довериться собаке. Как помогать людям с проблемами зрения обсуждают участники инклюзивного направления. Всего таких направлений шесть. От сохранения культурного наследия до поощрения волонтерства и информирования жителей. Мы выбрали секцию медиа, потому что нам интересно продвижение социальных сетей. Мы публикуем свои мероприятия в соцсети и, возможно, какие-то новые тренды, что-то мы подхватим и хватим. Благодарности от губернатора и Министерства культуры почетная грамота от Законодательного собрания Свердловской области для самых активных добровольцев, в их числе и первоуральцев. Многие инициативы рождаются в Первоуральске. Инициатива проведения волонтерского форума, инициатива проведения фестивалей, гостеприимства. Замечательные проекты, которые реализуются на добровольных началах добровольцами безвозмездно, они в самом деле реально меняют нашу жизнь в лучшую сторону. Роль добровольчества в регионе растет, отмечают высокие гости. В Первоуральск на фестиваль приехали более 200 волонтеров из Свердловской области. Другие регионы участвуют онлайн. Очень приятно видеть и осознавать, что с каждым годом география движения волонтерства расширяется. Каждый день, каждый час появляются новые люди, которые готовы прийти и заниматься столь важным для нас, для всех делом. Это всегда новые идеи, это обмен мнениями, это новые коммуникации, это то, что потом находит отражение в нашей жизни, и вы не поверите даже в нашем законодательстве. Этот форум пятый по счету. Свою лепту в добровольчество вносит каждый город региона и практически каждый возраст. Чествуют сегодня и серебряных волонтеров, людей старшего поколения, у которых есть стремление помогать другим. Вышли на пенсию, чем-то надо дальше жить, продолжать. Просто есть время, есть желание. Просто интересно, и с людьми знакомишься, и себя частичку отдаешь. В планах участников фестиваля в будущем обустроить по всей стране так называемые доброцентры, чтобы помогать волонтерам, как начинающим, так и тем, для кого помощь другим. Это уже стиль жизни. Алексей Вербицкий, Денис Хромцов. Новости. Перворыск.